Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами Дмитрий Казаков. Сегодня у нас такой технический ролик. Этот ролик посвящен эксплуатации нашего УАЗ Патриота. А именно будет касаться одной из проблем, которая связана с передней ходовой частью, с передней подвеской. Машина у меня 2019 модельного года. Пробег 23 917 километров. Машина фактически новая. Эксплуатируется 90% асфальт, 10% бездорожье. Значит, возникла такая проблема. Когда едешь на ходу, возникает вот такой вот звук. Послушайте. Понимаете? Вообще просто. Изучив все вопросы на просторах интернета, я пришел к выводу, что у меня, скорее всего, провернуло медную втулку на ЦАПФе. В связи с этим я, значит, приехал в мастерскую, в гараж. И мы сейчас все вместе с вами разберем, значит, ЦАПФу. Вернее, разберем переднюю подвеску, снимем ступицу колеса. Причем будем снимать, скорее всего, с обоих сторон. Потому что я не могу определить, с какой стороны именно возникает этот звук. Да, с нами машину нашу делает, как всегда, наш незаменимый автомеханик Александр. Проверяется это, значит, дело вот таким вот образом. Сначала берется отвертка тоненькая и как бы проверяется люфт. Здесь небольшой люфт у нас получается. Да, здесь небольшой люфт. Стука нету. У нас стука нету, как такового. С правой стороны у нас. О, а с правой стороны стучит. Вот это наверняка, значит, в этом, вот этот ЦАПФу, втулка и разбита. Александр, а как вообще часто разбиваются они? Да, как часто? По опыту эксплуатации. Да, у них болезнь все время, эти втулки. Столу старых, столу новых. Ну, а какая-то есть причина, как? Смазки мало, смазки мало. А, смазки мало, да? Основная причина. Там же стулка не мажется и все из этого начинается. Все разбираем, смотрим. Ну, дальше у нас абсолютно стандартная процедура. Домкратим машину, откручиваем колесо. И снимаем ступицу. Показывать подробно, я думаю, вам нет необходимости. Ничего там такого экстраординарного нету, поэтому будем уже смотреть дальше. Да, мы засекли время, сколько потребуется нам на эту операцию, сколько уйдет времени. Включили таймер, время пошло. Последовательность разбора здесь такая. Сначала снимается колесо, потом снимается вот эта крышка. Получается, ну, вернее, хаб. В данном случае, ну, или если, значит, хаба нету, то здесь стоит заглушка. Как мы видим, визуально смазки вроде хватает. Ну, посмотрим, что будет дальше. На канале «Не тормози» у Алекса, да, где они с Андреем разбирают этот передний мост, вот этого открытого типа, они действительно показывают здесь вот эту втулку, да. Слабое место вот этого переднего моста, это как раз втулка, вот эта вот. Вот сейчас мы ее видим, да. Вот она. Вот это место надо промывать постоянно. Да, сейчас вот они пришли к такому выводу. Если сюда попадает грязь, особенно после бездорожья, то здесь пластмассовая втулка, ее как песком, абразивом, вот эта грязь начинает седать, и после этого, значит, эта деталь выходит из строя. Начинает бежать сальник, и, значит, вот эту пластмассовую деталь тоже надо будет, вот эту, как бы, шайбу пластмассовую, ее надо менять. В свободной продаже их фактически нету, но для того, чтобы у вас не возникала эта проблема, съездили на бездорожье, попали в какую-то грязь, когда загнали машину на мойку, обязательно просите мойщиков, чтобы промывали вам вот это соединение. Тогда, в принципе, есть надежда на то, что эта деталь прослужит вам долго. Для удобства поворачиваем колеса, в левую сторону выворачиваем руль, для того, чтобы снять тормозной суппорт. Там тоже два болта. Так, мы сняли тормозной диск и ступицу в сборе. Теперь, да? Слабенько. Слабенько, совсем что-то прикручено. Прикручено, да. Слабовато. Александр пояснил, почему происходит на новых машинах, на вот этих открытых мостах, выходят из строя вот эти втулки. Это из-за отсутствия смазки. Если на предыдущих моделях, в закрытых мостах, туда все-таки смазка попадала. А здесь она пыльником как бы закрывается. И из-за этого, значит, смазка не попадает. Из-за этого вот эта втулка, можно сказать, летит. Ну и изначально, скорее всего, она была слабо смазанная. Вот Александр нам пояснил так. Так, внешне вроде смазка есть. Да, пытаемся определить износ. Вроде как бы втулка вроде ходит. Ну как-то ни выработки, ничего нету. Выработки нету, да, ничего. Да, люфт есть. Не видно. Смазки, на мой взгляд, тоже вроде как достаточно. Вроде вся деталь смазанная. Да, проверяем. Внешне ставим новую цапфу, да, с стулкой. Здесь зазор об, ну, почти не болтается, да, получается? Да, почти не болтается. А старую, если ставим, то там, конечно, есть люфт. Хотя внешне, ну, никак незаметно. Да, видите, стук какой здесь происходит. Втулка на месте не провернута. Втулка не провернута, на месте, да, но вот в чем же все-таки. Видимо, небольшой зазорчик ей хватает. Начинаем обратный процесс. Прокладку ставим и обильно смазываем все это дело. Сейчас мы наблюдаем один из немаловажных моментов. Это регулировка подшипника ступицы колеса. То есть, как это, Александр, делается? Затягиваем до упора. Затягиваем до упора. Все. Немножко ослабляем. И на 30-40 градусов ослабляем. И все. Потом ставим стопорную шайбу и контрагаем все это. Разгибаем все лепестки. И уже ставим суппорт. Обратили внимание, что на датчике получается АБС. Стружка такая металлическая какая-то. Ну, может, от колодок, от тормозных или что. Сейчас мы протираем ее. Потому что этот момент может влиять на круиз-контроль. У меня время от времени показывает, что круиз-контроль неисправен. Из-за чего, непонятно. В ХАП мы решили немножко добавить смазки. Так как он гремит у нас чуть-чуть. Ну, ХАП я говорил уже об этом. Что он у нас самый дешевый. Но свои функции выполняет. Смазку мы используем вот эту вот. Степап. Синтетическая смазка. А почему вот эту именно, Александр? Это как бы самая ходовая, самая нормальная. По цене приемливая. Не самая худшая. Не самая худшая. И приемлемая по цене, да. Выставляем прямо руль. И вот таким вот образом, да. Здесь люфтов нет. Люфтов нет. Люфтов нет. Вот шкурень вверх-выск. Ну, вроде все остальное вроде все в норме. Но теперь мы уже для профилактики разберем и вторую сторону. Посмотрим, что там. Здесь тоже самое на этой стороне у нас есть, но небольшой люфт. Мы ее сейчас разберем и посмотрим, как дела обстоят у нас там. Опять домкратим. Ну и та же самая процедура. Вот так металлическая стружка обращается на датчики АБС. Сейчас мы сняли вторую цапу. И посмотрим внешнюю. Вот она, видишь, прослабленная. Тоже прослабленная. Но она, видишь, там стеневая такая, потертая. Только из-за этого. Ну и плюс, что хаб. А вот здесь вот внутри вот эти-то нету тоже нигде. Но стружки не видно. Немножко туда-то она не достанет. Пока собираем. Александр, слушай, подскажи, ну с какими проблемами сейчас заходят еще УАЗы? Да, у них много проблем, как говорится. Все детские болячки, а? Ну а вообще вот эти вот 19-го модельного года, как новое, с новыми двигателями, с открытыми мостами, есть какие-то проблемы с вот этими? За хайбл поменьше. Поменьше проблем все-таки? Да. И вот, то есть раньше-то все на подшипники перебирали, да, вот эти шрусы, все? Да, шкварня-то сразу. Постоянно шкварня, втулочки капроновые быстро летят. То есть, по твоему мнению, как, вот этот мост надежнее или нет? Да, намного надежнее. Намного надежнее? Конечно. Ну а в плане того, что собираются вот с разборками, там с ним вроде как бы сложнее, специальные съемники нужны и прочее, ну, чтобы вот эти вот менять. Шкварня вот эти вот. Да как бы нормально все. Нормально меняется, а? У меня никаких проблем с вот. Ну а так вот эти ЗМЗ-прос двигателями заходили в машины? Заходили, а? А какие конкретно были? Прокладка под головкой. Она одна была. Железная прокладка, просто с ней ручьем бежала. Непротянутая головка была, получается? А пробег какой на машине был? 14. А, 14 тысяч? А, ну это как, заводская недоработка в большей степени, да? Ну что же, мы заменили две ЦАФы, хотя одну можно было не менять. Вывод, значит, здесь у нас вывод такой, что три причины возможны, по которым эта деталь вышла из строя. Первая, это недостаточно смазки, вторая, значит, люфт в хабе, и третья причина, возможно, что некачественный металл на этих деталях, который пришел, послужил преждевременным износом. Вот такие, а может быть и все три одновременно, поэтому делайте выводы сами. Но, хочу сразу оговориться, у Андрея, трансформера, у него, трансфордера, вернее, как бы у него есть канал свой, по которому я говорил, у него хаба не стояли никогда, у него стоят заводские заглушки. И тем не менее, он то же самое менял полностью ЦАФу из-за вот такого же скрежета. Ну вот, на этом, пожалуй, дорогие друзья, все. Всем желаю здоровья, всем желаю скорейшего избавления от этого злого коронавируса. Всем добра, до новых встреч.